МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, можно начинать уже? Добрый день, уважаемые болельщики футбольного клуба «Шериф». Наш сайт, наш пресс-атташе и руководство клуба открывает новую программу. Прямое живое общение с болельщиками. Хочется вас подприветствовать. Спасибо большое за те вопросы, которые вы присылаете. Надеюсь, мои ответы вам понравятся. Вот первый вопрос. Ну, сложно всегда и во время матчей на тренировках, потому что все ребята находятся в игре. И достучаться до них иной раз бывает очень тяжело. Но все-таки, когда это получается, то, соответственно, им легче и проще играть. Потому что, мне кажется, уровень взаимодействия вратаря и обороны все-таки это немаловажный аспект в современном футболе. И если это все отлажено, если это все четко, и есть взаимопонимание, то, не происходит никаких ляпов, недоразумений. Игроки стараются прислушиваться, потому что, в основном, мои подсказки сводятся к тому, что я стараюсь им помочь выбрать позицию на поле, так как я сзади у всех, и мне лучше видно подсказать направление развития атаки. Либо, если игрок соперника сзади нет, и в зависимости от того, как они располагаются на поле. Поэтому, я думаю, что нашим защитникам все-таки это приносит некое облегчение в игре, когда я подсказываю сзади некую уверенность. Поэтому, мне кажется, что, по моему разумению, все-таки у меня получается ими руководить, ими наслышать. Второй вопрос. Интересный вопрос. Ну, в принципе, в моей футбольной карьере я всегда переживаю за тот клуб, в котором я нахожусь. Но так как футбольный клуб «Шериф» — это клуб моего детства, я воспитанник этого клуба, то, конечно, я и находясь в других командах, и за рубежом, и в России, и в Иране, всегда следил за выступлениями клуба, потому что здесь очень много людей родных, можно сказать, с которыми я провел большую часть своей жизни, начиная с детства. И уходя отсюда, я всегда общался с работниками клуба, с футболистами, с теми, с кем я был знаком. И вернувшись в этот клуб, я рад был очень видеть многих людей, которые до сих пор работают и приносят пользу, и успех этому клубу. Поэтому, не знаю, для меня футбольный клуб «Шериф» всегда был клубом, основным клубом, за который я переживал. Потому что в этом клубе я стал и мужчиной, и футболистом, и вратарем, и многое то, что я достиг в этой жизни, это все благодаря этому клубу. Второй вопрос, за какой клуб хотелось бы поиграть? Ну, не знаю. Я считаю, что, в принципе, для молдавского футболиста, скажем так, моя карьера сложилась довольно-таки неплохо. Да, были моменты, которыми я все-таки не до конца удовлетворен. Ну, это тоже пребывание, можно сказать, в футбольном клубе «Алани». Мне очень хотелось играть за этот клуб и в российском чемпионате. Но объективные и необъективные причины не позволили полностью раскрыться мне. Но так как любимый клуб с детства – это «Динамо Киев», то есть я всегда слежу за выступлениями этой команды, и мой отец, можно сказать, привил эту любовь. И мне не удалось поиграть за «Динамо Киев», но мне посчастливилось поиграть против этого клуба. Поэтому и на этом Богу и футбольным сыграме спасибо. Ну, сложно, потому что понятие «кумир» оно настолько обширное, объемное, что, наверное, по мере своего взросления, ну, и по мере того, как я определялся с футбольной позицией на поле, и были свои «кумиры». То есть это все «кумирство», можно сказать, или подражание кому-то, оно связано с той позицией, которая у меня была на поле. То есть одно время я был полувращенником центральным, и, наверное, Зенитин Зидан – это известный футболист. И даже после того, как я стал вратарем, он все равно был моим «кумиром», потому что человек большого и высокого интеллекта и футбольного, и жизненного, и таких футболистов-единиц, конечно. Многим нравятся нападающие, допустим, сейчас Месси, Кристиана Роналду, но я считаю, что это люди вообще с другой планеты, их единицы, но они, можно сказать, что они наконечники атак клубов своих и сборных, да. А те люди, которые носят этот рояль, Хави, Ньест, вот мне больше нравятся футболисты такого плана. Ну, сейчас уже как бы в таком возрасте все-таки у меня есть два вратаря, да, которым я считаю, что это легенды вратарского цеха, и они всегда будут говорить и в будущем, и в настоящем опросе, так как они еще продолжают свою футбольную карьеру. Это Джан-Луиджи Буфон. Для меня это вообще беспрекословный кумир с детства. Ну, и Киркасилис. Это два человека, которые... За которыми мне всегда интересно наблюдать, и я всегда стараюсь черпать что-то, наверное, из их манеры игры, манеры поведения на футбольном поле. Вот эти двое людей, которые для меня беспрекословно можно назвать, подвести под слово кумир. Я человек активный, и очень люблю все игры в виды спорта. Я с друзьями люблю и в баскетбол поиграть, и в волейбол пляжный. Очень сильно люблю и на отдыхе, стараюсь все время уделять этим видам спорта время. Ну, в своем детстве, когда я рос, я кроме футбола еще занимался бейсболом, то есть у меня тоже есть определенные навыки этой игры. Легкой атлетикой. По-моему, даже мой детский рекорд в 14-ти лет до сих пор не побит никем в школе легкой атлетики. Я бегал в стометровку. Мне пророчили большое будущее, но все-таки футбол пересилил. И я остался в футболе. Кроме этого, наверное, настольный теннис очень люблю. Бильярд. Русский бильярд тоже очень нравится мне проводить за бильярдным столом время и играть на бильярде и с братом, и с друзьями. То есть бильярд я тоже уделяю много времени своей жизни. Когда есть, конечно, оно свободное. В основном, конечно, это футбол. И футбол я играю везде. И было время, когда я находился и вне футбола, то есть находился без контракта, без команды. И играл в футбол в тех местах, в которых профессиональным футболистам, наверное, и не должны были участвовать в этих турнирах. Но я участвовал, потому что я футбол люблю любые всего проявления. Для меня футбол, конечно, спортный народ. Мечта, конечно, есть. Потому что я неоднократно об этом говорил. И когда был гостем в компенсированном времени, когда в личных беседах с друзьями и с коллегами мечта, она и осталась мечтой. И надеюсь, что... К сожалению, прошлым летом мне эта мечта не удалось существовать. Надеюсь, что нынешним летом в еврокубковой кампании мы все-таки заберемся туда. Ну и попадем туда, куда мечтают и руководство. Но сами футболисты. Мечта поиграть в групповом турнире либо Лиги Чемпионов, Лиги Европы. Потому что это турниры, которые собирают лучших футболистов, лучшие команды старого света и не только. Поэтому для меня эта мечта, к сожалению, не была осуществлена в свое время. Когда я покинул клуб, футбольному клубу Шериф удалось достичь этих высот. Я, к сожалению, не принимал в этих играх участие. Я принимал только в отборочных играх. И в групповом этапе мне так не посчастливилось сыграть. Поэтому я надеюсь, что этим летом все-таки моя футбольная мечта вместе с клубом Шериф осуществится. Я все-таки попаду в этот турнир и прочувствую ту атмосферу, которая стоит на европейских стадионах. И посчастливится поиграть против сильнейших команд. Здорово. Наверное, уважая и футбольный клуб, дача имел сами. Все-таки очень много они делают для того, чтобы стать чемпионами. И собраны очень довольно качественные, хорошие футболисты. Подобран очень хорошо теннисский штаб. И много денег также они тратят. Но не умоляя их достоинств, конечно, главным конкурентом, как не парадоксально это будет звучать, являемся мы сами. То есть, наш футбольный клуб, наши футболисты, если мы будем играть так, как мы играем в последнее время, полностью сосредоточены, полностью выполняя установку тренера, пожелание руководства клуба относиться к каждой игре серьезно, то я думаю, что нам будет очень сложно противоставить что-нибудь со стороны дачи имел сами. Потому что у нас собраны сейчас действительно очень хорошие футболисты. И последние игры это показывают, и показывают, и когда у команды все получается, все то, что задумано тренерским штабом, и футболисты находятся в оптимальном софизическом состоянии и моральном, то против нас, конечно, очень тяжело играть. У нас собраны очень хорошие техничные футболисты, которые когда ловят кураж и играют в тот футбол, в который они должны, и их приглашали для этого, чтобы они играли в этот футбол, то мне кажется, что с нами будет очень сложно бороться. И еще раз повторюсь, что основным конкурентом за чемпионство являемся для себя мы сами. То есть, если мы к этим играм и сдаче, если мы сами подойдем в нужной оптимальной физической, моральной форме, то я думаю, что мы одержим нужные и важные победы для нас, и мы все-таки станем чемпионом. Наверное, повторюсь еще раз, что мы готовы, настроения у всех победные. Я не знаю, что должно произойти, чтобы это настроение испортилось. Ребята очень нацелены, целеустремлены, работают постоянно на тренировках не на 100, не на 150 процентов. Но это футбол, это игра, поэтому заранее предсказать результат очень сложный. Если раньше на этой стадии чемпионата Шрифт всегда был с большим отрывом, то сейчас три команды, которые реально претендуют на это первое место. Мы готовы, по крайней мере, и ребята, и мы каждый день, начиная после Нового года, как собрались, поехали на сборы, у нас всегда стоит одна цель побеждать в каждой игре для того, чтобы стать чемпионами. То есть, мы каждый день об этом говорим, и каждую игру свою рассматриваем сквозь призму этих игр. То есть, удачи имел сами. Мы готовимся, наигрываем связи и думаю, что все будет хорошо. По крайней мере, хочется в это верить, и мы все для этого делаем, чтобы эти две игры прошли для нас с максимальным результатом. То есть, одержали две победы. Ну, скажем так, что футбол, можно сказать, практически лишает тебя личной жизни, если ты действительно нацелен достичь каких-то результатов. Потому что у тебя голова, наверное, 90% забита футболом. И здесь, так сказать, на семью, к сожалению, как бы бескорбно это не звучало. Наверное, этот вопрос правильнее переадрешивать моей супруге, моим детям, как часто они меня видят дома. Но даже дома находясь, я всегда анализирую, особенно после игр, до игр. Анализирую, готовлюсь, и постоянно голова забита футбольными делами. Поэтому очень сложно найти, наверное, ту грань, пока это еще действующий футболист, где футбол... Я даже не могу назвать время суток, либо какой-то период в своей жизни, когда я не думал о футболе. То есть футболом забита вся моя жизнь полностью. И лично, и не лично, и профессионально. То есть все мысли, все, наверное, какие-то поступки, передвижения, движения, общения, все взаимосвязано. То есть тренировочный процесс он убирает очень много силы, времени. И, соответственно, накладывает отпечаток на распорядок моей личной жизни. Поэтому для меня футбол это и есть моя личная жизнь. И, наверное, тяжело супруге моей, детям, потому что я часто играл за границей, часто уезжал. Да даже находясь здесь, в родном городе, у меня не так уж и много времени на то, чтобы проводить какое-то свободное время со своими. Но я выбрал эту профессию, я очень люблю ее. и никогда в своей жизни я не жалел о том, что я стал футболистом и до сих пор нахожусь в футболе. Поэтому футбол это и есть, наверное, моя личная жизнь. по крайней мере, мы должны в эти шансы всегда верить, потому что нельзя выходить на поле и сразу где-то в подсознании держать о том, что нет, эта команда сильнее, мы можем ей проиграть. Если выходить с такими мыслями на футбольное поле, то лучше уже туда не выходить. Поэтому шансы всегда есть, и за них нужно бороться как минимальные деньги, или, я не знаю, 50 на 50. Это уже дело, наверное, других людей оценивать наши шансы. Наша задача выходить, бороться за эти шансы, выигрывать эти игры и стремиться туда. Потому что, еще раз повторюсь, для меня это мечта, сыграть многим футболистам посчастливилось. У меня это часть, когда футбольный лучший век попал в групповую стадию Лиги Европы. Ну, все-таки Лига Чемпионов это турнир на ступеньку выше, и все туда стремятся. Поэтому, как бы, прошлый сезон доказал тоже, да, Уда Горец, как он туда попал, чудо какое-то, полевой игрок встал в ворота, отбил пенальти. То есть, почему нет? Шансы всегда есть, и за них нужно цепляться, бороться и работать для того, чтобы они осуществились. Я уверен, что шансы есть по частности. Очень тяжелый вопрос, и не мое это дело. Сравнивать две команды, есть болельщики, наверное, есть руководство клуба, которое принимает решения по поводу тренеров, игроков, сильнее, слабее. По мне, так оба тренера достойны вложения, оба тренера старались отдать то лучшее, что у них было, и Зоран Зекич до сих пор старается. У каждого тренера, допустим, есть своя методика подготовки к играм, к чемпионату. Конечно, не Зоран Зекич и Вячеслав Кузнак, они немного разные тренера, разные подходы, но еще раз повторю, что оба тренера заслуживают уважения. Работают они на все 100%, и каждый, что может, то и отдавал в футбольном клубе и Зоран Зекич до сих пор отдает. Поэтому, наверное, как бы сухо это не звучало, но все-таки в углу-угла всегда ставится результат. То есть, результат покажет. Вячеслав Петрович в свое время стал чемпионом, теперь мы должны оправдать доверие тренеру и руководству вместе с Зораном Зекич стать чемпионами в этом году. Поэтому, результат покажет, чьи клубы или чьи команды сильнее уровня. Но много же футболистов, которые работали и с Вячеславом, которые остались сейчас в Зораном Зекичем в команде. Поэтому сложно сравнивать. Я считаю, что это настолько абстрактное сравнение, что и субъективное. То есть, каждый человек, пускай для себя сравнивает, решает, сделает. Кому больше импонирует стиль игры одного тренера или другого, сравнивать, мне кажется, очень сложно. по этому вопросу можно целую программу снимать, потому что я действительно провел в Малаване и в стране Иран где-то год и семь месяцев и много для себя подчеркнул, как в плане жизненного опыта, так и профессионального. очень долго придется об этом рассказывать. Наверное, проще сравнить по-быстрому два чемпионата Молдавии и Ирана. Но большое первое отличие, наверное, это посещаемость футбольных матчей. То есть, в Иране она, конечно, намного выше, не на порядок даже, а на несколько порядков, потому что стадионы практически во многих городах забиты до отказа, полные трибуны, и они не просто люди, не просто приходят на стадион, чтобы посмотреть футбол, они действительно, особенно домашние матчи, вот у нас собиралось по 15-12 тысяч, люди пели, люди нас поддерживали, и весь матч трибуны не замолкали, то есть, это был маленький вулкан своеобразный, и каждый момент игровой это все сопровождалось гулом, сопровождалось какими-то положительными, отрицательными эмоциями, но действительно стадион в это время жил во время матча, все 90 минут, то есть, не смолкали ни на минуту, даже в перерыве, это, наверное, очень большое отличие, и разница, наверное, даже в смотрибельности, да, футбольных матчей, того же иранского чемпионата, молдавского, тоже есть, потому что все-таки болельщики, они создают какой-то определенный продукт, да, телевизионный, и когда ты смотришь любой футбольный матч по телевизору и там полный стадион, и когда стадион живет, мне кажется, и футбол смотрится намного интереснее, ярче, и кажется, что это все где-то не у нас, но у нас к сожалению сил экономических наверное, либо еще каких-нибудь причин, все-таки зрители очень неохотно идут на стадионы, но всегда хочется верить, что каждым матчем они будут, тем более сейчас весна, потеплеет, и хочется попросить, я не знаю, как обратиться к болельщикам, приходите на стадион, потому что нам очень важна поддержка каждого из вас, и когда вы есть на стадионе, то и футболистам намного интереснее, и больше азарта, и больше хочется проявить свое мастерство, и конечно никто не сможет себе позволить играть на поле спустя рукава, и просто отбывать номер, поэтому наверное как-то так, дальше углубляться в то, что не понравилось, или понравилось в Иране, много очень положительных моментов было, но отрицательной стороной было то, что я был там сам, без семьи, не было возможности забрать свою семью, это было очень тяжело, но в плане футбола еще раз говорю, что я получил много положительных эмоций, до сих пор люди, во-первых, я язык выучил, персидский, тоже как бы для саморазвития немаловажно, и до сих пор общаюсь с ребятами, с командой, с болельщиками, мне спишут благодаря социальным сетям, интернету, поддерживаю связь, и до сих пор помнят меня, и запомнилось, конечно, как меня провожали домой, это было первый раз в моей карьере, что так душевно, тепло, и весь город прощался со мной, поэтому много есть положительных моментов, а все, что отрицательное, я стараюсь забывать, как можно быстрее уже не вспоминать об этом, лучше вспоминать хорошее, его, слава богу, в моей жизни было гораздо больше. Я даже, наверное, догадываюсь, от кого этот вопрос. Да, в отпуске я люблю поиграть с друзьями в футбол, нам был, нашему возрасту, 82-му был брошен вызов, можно сказать, перчатка, и мы играли против 84-го года, ну, это воспитанники, уточню, воспитанники с Дюшора, школы футбола Терраспольской, и в конце матча, я просто человек, который не люблю проигрывать, мы проигрывали, и уже настолько эмоции накипели, что, да, действительно, произошел такой момент стыка, но, хотя я, сказать, что я целенаправленно хотел травмировать Евгения, это было не так, то есть, был игровой момент, и я действительно нанес травму, наверное, правильно сказать, так, в борьбе, в стыке, моему другу, знакомому, Евгению Блонюку, совместительству журналистов, поэтому, да, бывало я такое в моей практике, пользуясь случаем, хочу перед Евгением измениться за свое нездержанное поведение, наверное, как-то так я его могу охарактеризовать. Я же, так же, как и Анна Лаваня, я могу сказать, что я с собой, всегда из той команды, у меня их было несколько, в моей футбольной профессиональной карьере, я стараюсь оставлять и забирать вместе с собой самые положительные эмоции. Впечатления остались разные, допустим, очень в Бельцах юббед футбол, не так, конечно, в Иране, но очень много людей приходило на стадион, и в принципе, у нас был коллектив собран очень хороший, мы немало хлопов доставляли гранда молдавского футбола, Шерифу, Дачи, Зимбру, был собран очень неплохой коллектив из ребят опытных, молодых, легионеров, и в плане игровой практики я тогда получилось так, что, уйдя из Иллани, полгода провел без футбольной команды, без практики игровой, и вот вариант с Олимпиад Бельцы, ну, президент футбольного клуба на то время Сергей Киселев предложил мне попробовать свои силы в этом клубе, это было самое реальное предложение на тот момент, и как раз у них на носу была игра Лиги Европы с Казаром, Линкаром, я согласился и провел тоже полтора года в этой команде, с перерывом, я уезжал в Россию в аренду в Газовик-Оренбург, но благодаря этому футбольному клубу я тоже прожил своеобразный жизненный опыт, тоже много приобрел друзей, с которыми до сих пор общаюсь, но все-таки концовка, то расставание, которое произошло с футбольным клубом Олимпия, при переезде, да, я не буду вдаваться в нюансы, но там произошел некий конфликт с Сергеем Киселевым, я этому человеку очень сильно доверял, получилось так, как получилось, я никого не осуждаю, это его право, и пускай это останется на его совести, но я очень благодарен и этому человеку, и тем работникам клуба, их облицем, с кем я провел эти полтора года, было очень много хорошего, очень много положительного, поэтому я всегда помню о Бельцах и до сих пор общаюсь и с их болельщиками, и с футболистами, с кем я играл и выходил на футбольное поле с тренерами, до сих пор команда вот Бельцах два раза приезжала к нам, многие работники клуба и футболисты молодые в то время, находящиеся в дубле, мы до сих пор тепло общаемся, поэтому эмоции самые положительные оставил для себя, все отрицательное, как я говорю, я стараюсь выкидывать. Да, знаю и не только Молдову, я знаю ген Приднестровья, ген Россия, ген Советского Союза, ген Украины, ген Молдовы. Я человек, я всегда утверждаюсь, вот простой пример из моей жизни, да, у меня до сих пор советский паспорт, то есть и на таможне, и знакомый, сейчас Паша почему-то его не перейдет. Я в душе, я рос, воспитывался в устоях, в канонах одной большой страны Советского Союза, для меня эта страна всегда останется в моем сердце. И я по жизни так иду, что меня как воспитывали, так и остраю жизнь. Я не делю никогда людей по национальности, по гражданству, я не знаю как, для меня все они одинаковые. Есть категория людей, которых я очень люблю, уважаю и с теплотой, с добротой отношусь, а есть люди, которых когда-то у меня с ними был конфликт, ибо я знаю, что они не подходят под мои моральные какие-то ценности, я стараюсь не общаться с ними, но это не говорит о том, что я поступаю с ними как-то плохо. Поэтому то, что сейчас происходит, это глобализация, то, что военный конфликт на Украине, для меня это очень печально, я не знаю, как это честно охарактеризовать, то, что происходит вообще в одной, раньше была одна большая страна, а то, что сейчас происходит, люди просто из какого-то национального признака начинают друга ненавидеть, и не зря вот правильно делает УИФА и ФИФА о том, что борются с расизмом. Расизм это и есть то проявление, которое сейчас происходит, и оно очень отрицательное, и я вообще не поддерживаю это, и стараюсь в тех командах, где я играл, допустим, и был сам легионером, и находясь в футбольных клубах Молдавии, к нам приезжали легионеры, и стараюсь бороться с этим хотя бы на уровне своего микроколлектива, то есть нельзя делить людей на хороших, белых, черных, красных, ко всем нужно относиться с уважением, это лично мое мнение. Поэтому я знаю гимны нескольких стран, но для меня основной гимн это гимн Советского Союза, потому что я его учил в школе, вот как-то так. Редактор субтитров А.Семкин